Это профессиональный бокс и мы продолжаем. Третий и последний бой в нашей сегодняшней программе на этот раз не титульный, простой себе такой бой, рейтинговый, бой, которым предполагается провести 10 раундов между Артёмом Егоровым и Артёмом Редько. Второй средний вес, вес до 76 килограммов 200 граммов. Кстати говоря, вес моего сегодняшнего собеседника, боевой, так сказать. Почему я говорю, что предполагается провести 10 раундов? Потому что дело в том, что это уже вторая встреча этих боксеров. Вот вы видите, появился у нас как раз таки Артём Егоров. Так вот, в прошлом бою Артём Егоров дебютировал. Как раз таки его соперников был Редько. И бой этот закончился техническим нокаутом в третьем раунде. Вот выдержав месячную паузу, Артём Егоров ещё раз решил попытать силы своей на ринге. Причём против того же соперника. И вот интересно, что, конечно, из этого получится. Ну, об Егорове, соответственно, рассказывать особо нечего. Поэтому вот такой вот молодой у нас боксёр. Но перспективный будем считать. Вот. Вот как раз таки Артём Редько появился. Ну, на момент этого боя у него тогда был, естественно, начинающий тоже боксёр. Можно отнести его к начинающим, поскольку у него было всего лишь 9 поединков. Да. Ну, для нас ещё, я думаю, интересно, в принципе, представляет то, что Артём Редько дрался с белорусом, Александром Боеводой, и 8 раундов выиграл у него по очкам. Ну, там был такой очень спорный поединок, да. Указывает нам на то, что, в общем... В том бою выиграл Александр Воевода. В принципе, сам Артём Редько, я потом с тобой разговаривал, это признаёт. Ну, с разногласием судей отдали всё-таки Артёму Редько в том поединке. Всё-таки, говорится, дома и стены помогают судить им более. Да, ну, бой проходил в Донецке, как часто это бывает, белорусские боксёры выезжают за пределы нашей страны, вот в такие места, как Донецк, например, ну и там выиграть сложно. Там надо... Напомним телезрителям, в красных трусах Артём Редько, в синих трусах Артём Егоров. Ну, я думаю, по ходу боя быстро разберёмся, кто кто, потому что всё-таки Редько поопытнее, по мастеровите и по идее должен чуть-чуть активнее проводить, вести в ринге. Для Егорова, конечно, самое сложное сейчас это психологическое состояние, потому что выходить против соперника, который не так давно тебя послал в нокаут, в принципе, я думаю, что это очень тяжёлое испытание для начинающего боксёра. Но мы не видели этого боя, там был технический нокаут, возможно, бой остановили ввиду рассечения. Ну, если честно, я вот усомнюсь, что в третьем раунде, в дебютном бое стали бы устанавливать бой из-за рассечения. Ну, а здесь мы видим, что уже практически с первых минут Редько так начал очень жёстко пристреливаться справой, достаточно закрыта у него такая стойка, но вот попал он несколько раз. На его месте так бы действовал любой маломальский опытный боксёр-профессионал, поскольку Артём Егоров, это видно сразу, не обладает жёстким ударом, и для профессионального боксёра он никакой опасности не представляет. Можно просто в глухой, как сейчас делает правильно Артём Редько, поджимать его и находить моменты для своей жёсткой атаки. Не спешит он как раз с атакой Артём Редько, и это правильно. Первый раунд идёт, куда, в принципе, торопиться. Но почаще всё-таки нужно джебом пробивать. О, пожалуйста, сразу. Ну, тут, я думаю, оступился Артём Егоров. Ну, первый звоночек такой, да. Я думаю, что в перерыве мы увидим повтор этого момента. Вот это буквально третий, наверное, удар такой, который попытался в голову провести Артём Редько. У него был жёсткий удар в начале раунда, потом было несколько ударов в корпус, и вот сейчас, да, вы видите эффективность практически 100%. Вот, казалось бы, такие чёткие удары, техничные, наносит сейчас Артём Егоров. Однако, повторюсь, они совсем не жёсткие. Они жёсткие для этой весовой категории. По-видимому, недавно только из любителей перешёл Артём Егоров, ещё не успел приспособиться к манере ведения в профессиональном боксе. Да, любительский бокс уже очень далеко ушёл от своего собрата, в том плане, что сейчас у любителей, особенно азиаты, стиль такой буквально на касаниях, даже это ударами назвать нельзя. Чуть ли не как фехтование уже начинается, касание клинком соперника по любой точке тела уже засчитывается как удар. В профессиональном боксе, конечно, всё немного иначе. И вот видим, жёстко в голову пробивает с правой Артём Редько. В принципе, я думаю, что раунд он выиграл за явным преимуществом. Там не посчитали, конечно, Егорову нокдаун. Там не было, там не было нокдауна, в принципе. Он оступился, но пропустил удар. Но в профессиональном боксе это не нокдаун. Он смог сразу подняться. Это не было нокдауном. Но я так уже вижу по первому раунду, я думаю, что не удастся взять реванш Артёму Егорову в этом бою. Мне вот не совсем понятно, что Егоров хочет сам сделать в ринге, если честно, вот по этому первому раунду. Хаотичное движение, хаотичные удары, в принципе, никакой тактики в его действиях я лично не прослеживаю. Я думаю, мало. Он готовился всё-таки к реваншу. Нужно было уже подойти... Более серьёзно. Ну вот, как это пропускать такие удары? И, ну, как я и говорил, не чувствует опасности Артём Редько. Он просто идёт, даже без удара. Хаотичное, в принципе, это, ну, неприемлемо для бокса, тем более профессионально. Без удара идти на соперника, поскольку можно словить довольно-таки жёсткий даже в защиту удар. Тем более весовая категория серьёзная, супер-средняя весовая категория. Ну вот, здесь это первый нокдаун, я думаю. Да, коротко так, но очень явно и мощно попал Артём Редько. И вот это уже конкретный звоночек для его соперника Егорова. Ну, видна неопытность, конечно, Егорова. Ну, после такого пропущенного удара опытный боксёр никогда бы не остановился, не стал на колено, поскольку всё-таки в профессиональном боксе нокдаун это проигранный раунд. Да, ну, я бы ещё отметил одну ошибку, если ты пропустил удар, который для тебя был чувствительный, да. Зачем ты снова бросаешься на соперника, вот как сейчас? Чего ты классический корпус, голова? Застаиваешься на месте. Да, вот нас называют такую связку крестами. Он пробивается как левый корпус, правый на голову, так же потом сразу же правый корпус, левый на голову. Но второй крест, как говорится, не пришлось проводить Артём Редько, поскольку уже после первого, я думаю, не остановит бой рефери. И это правильно. На самом деле я тут вижу даже определённое безволие Артёма Егорова, потому что он даже не попытался продолжить. Вот, а у нас, я думаю, сегодняшняя программа вам понравилась, поскольку три нокаута, ну, редко такое бывает. И я думаю, предыдущие два боя заслуживают просто замечательные аттестации с нашей стороны, особенно бой Вячеслава Сенченко и Андрея Еськина. Ну, что ж, на сегодня профессиональный бокс с вами прощается. Всего доброго. Увидимся по воскресеньям на СТВ. До свидания. До скорых.